Всем привет, меня зовут Илья, я опять сижу перед камерой. Это значит настало время качать пальцы, качать мозг и впитывать потоки музыкальной информации. Речь пойдет о двух гаммах самых популярных, самых часто используемых, самых играбельных вообще во всей вселенной в музыке, особенно в поп-орох музыки. Это натуральный минор, натуральный мажор. А точнее я покажу и расскажу о трех вариантов обыгрывания этих гамм. Трех вариантов, которые очень редко используются, и о которых мало кто знает на самом деле, и мало кто использует. Лично я узнал об этих вариантах достаточно поздно, не так давно, и у меня сложилось уже немножко другое видение музыки, немножко другой способ построения соло, построения басовых линий. Я не использовал этот способ, но на самом деле он очень интересный. И я решил записать, так как мне это интересно, в первую очередь я хочу запечатлеть эту инфу, и это наверняка кому-то пригодится, и кто-то может это использовать дальше. Тема сегодня достаточно спонтанная, я планировал снимать по пятиструнке кое-какие, кое-какой контент для пятиструнных бас-гитар, потому что его вообще нету, и в будущем я планирую это сделать, может быть следующее видео. Но сегодня спонтанная мысль, и я решил ее запечатлеть, потому что это действительно интересно и полезно. Для чего нужно знать вот эти аппликатуры? Для чего нужно расширять способы, расширять знания об агамах, даже о самых простых, основных, чем это полезно в реальной практике? Во-первых, это увеличит твои варианты для обыгрывания, для аккомпанементов, для игры соло, для обыгрывания аккордов. Это увеличит запас твоих вариантов, запас твоих путей, и твоего словарного музыкального запаса. Это первое. Второе, поможет тебе увереннее владеть грифом, увереннее видеть эти ноты, увереннее видеть пути, пути обыгрывания, соединения аккордов, потому что есть такая болезнь у многих, не у многих, но у каких-то басистов у некоторых. Не хватает запаса фраз в аккомпанементе, не хватает запаса фраз соло. У меня тоже есть такое, я могу зациклиться на каких-то фразах соло и постоянно их играть, я не могу вырваться просто. В голове зациклилось, все, ничего не можно сделать. Хотя ничего сложного, взять открыть там какой-нибудь словарик музыкальный для саксофонистов, там нотки прочитать и посмотреть. Но настолько зацикливается, что сложно вырваться из этого. И вот это знание аппликатур на самом деле может прям стать таким как толчком и вырваться из этого замкнутого круга и увеличить реально вот эти варианты соединения аккордов, обыгрыша. И последнее, для чего, на мой взгляд, это полезно, это разнообразить звучание твоих соло, разнообразить звучание твоей импровизации. Потому что аппликатуры, они на самом деле, даже если ты играешь одну гамму в разных аппликатурах, разными пальцами, но одни и те же ноты на разных струнах, то звучание меняется. То, что я сейчас играл, это все натуральный минор, ля минор, но с использованием трех различных аппликатур, о которых я далее расскажу, и также приправленная немножко хроматической гаммы, хроматическими звуками и пентатоникой. Но в виде какого-то такого разнообразия, чтобы звучание было бы пофермовее. Мы же не можем просто гонить гамму, мы должны что-то как-то сделать, сделать с этого музыку. Для этого мы используем пентатонику и используем как бы хроматические движения. Для того, чтобы было понятнее, для того, чтобы проще донести мысль, проще научить кого-то, буду относительно одну ноту сегодня рассматривать, относительно ноты ля. Ля большой октавы, это у нас пятая лад, четвертая струна. Вот она, самая низкая нота ля на четырехструнном басу. Относительно нее, начнем с минора. Не знаю, почему, но мне хочется начать с минора. Главное в этой методике, в моем рассказе, это пальцы. С какого пальца начать? Объясню. Многие мыслят, большинство струнных музыкантов, которые играют на струнных инструментах, типа гитары, баса, скрипки, они мыслят больше аппликатурно, больше запоминают расположение пальцев. И это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, это создает проблемы музыкальности, проблемы какие-то в плане слуха и прочего. Ну, это уже глубоко, если углубляться. С одной стороны, это удобно, выучил, разгонял там по два часа в день, гоняешь и все, и там дальше можно мозг отключать. Но на самом деле в этом есть проблемы. Люди зажимаются, и они не могут выйти дальше вот этой аппликатуры, дальше своих пальцев. Они, знаешь, выучили одну аппликатуру мажор, и все, и всю жизнь играют, и не могут даже понять, что они очень узко себя поставили, что они в жестких рамках находятся, и из них вырваться сложно. Но есть музыканты, которые знают много аппликатур на одну ту же гамму, они играют по-разному в разных ситуациях, потому что тут лучше так, там лучше так и так далее. В некоторых ситуациях ближе такой-то палец, чтобы взять тонику, или какую-то там третью струну ступени и прочее. Поэтому сегодня речь идет о пальцах. Самая простая аппликатура минора, самая простая, которую все знают, это с указательного пальца. Вот он, указательный палец. Мы его ставим на натуля, и дальше считаем по ступеням. Первая аппликатура минора хорошо подойдет для тех, кто часто использует пентатонику, для той музыки, где используется пентатоника, то есть это любая популярная музыка и рок-музыка. Также она легко транспонируется в блюзовую гамму. Вторая аппликатура для минора с использованием мизинца, когда мизинец у нас берет тонику, ля, в данном случае. Аппликатура выглядит таким образом. Это можно использовать, когда нам нужно двигаться вниз по грифу, для того, чтобы открыть позицию ниже. Если, например, у нас следующий аккорд до, в импровизации, например, мы можем пойти так, если нам надо прийти именно в эту до, можем прийти в эту до, например, и можем вот так сыграть. И как-то прийти туда. Вот, если нам надо так. Но, если ты движешься вниз, и иногда так бывает удобнее, иногда ты пришел и разрешился в тонику мизинцем, то как тебе, ты же не будешь там менять сразу палец, это неудобно. Ты можешь сыграть здесь, выучить вот эти ноты, и тем самым расширив знание вот этой гаммы вниз, знание влево, да, так скажем. Третья аппликатура для минора, самая сложная, уровень профессионал, я бы так сказал. Ее часто использовал Pastorius, называется широкая аппликатура, когда мы играем с среднего пальца. У нас был указательный, был мизинец, и теперь средний пальц. Вот он, средний. Средний пальц с аутуля. Вот такая гамма получается. Можно также добавить еще ноту соль, седьмую ступень, да, здесь у нас. Тем самым, закрыв позицию, закрыв все максимально. Такая аппликатура, она хороша для игры соло, для игры импровизаций, и некоторые вещи мы можем сыграть только такой аппликатурой, да. Например, мы не можем, ну, скажем, вот такие штуки играть, вот в первой позиции, в первой аппликатуре. Например, да, расстояние между первой, да, и третьей. У нас получится неудобно, да, вот так сыграть. Можно так, но это не всегда удобно. Иногда проще сыграть вот так вот, не через струну. То есть это чисто профессиональный подход. Так играл часто по сторис в соло, но у него были длинные пальцы, и ему было легко. Мне, например, тяжеловато в этой позиции играть, и в этой аппликатуре, внизу грифа. Удобно играть ей вверху. Например, можно разобрать фразу для импровизации, фьюжновую. Когда мы играем в такой аппликатуре, именно вверху гриф, потому что это соло, ну, в данном случае, по крайней мере, это проще сделать. Такая фраза. Да, ее можно сыграть в широкой аппликатуре, как я сейчас сыграл. Но эту же фразу можно сыграть в другой аппликатуре. Она звучит немножко по-другому, и здесь мы вынуждены двигать руку, потому что этих нот нет вверху. Мы играем здесь полутон, на третью ступень, плюс полутон, и возвращаем в склонику. В этой аппликатуре мы так просто не сыграем. Последний этап для этих аппликатур, это уже когда ты сможешь их соединять в импровизации, варьировать, и в голове прокручивать, понимая, где как ты играешь. Например, я могу начать с первой аппликатуры. Вот я пришел в последнюю широкую. И вот здесь аппликатура у нас вторая, помните? Широкая аппликатура. То есть я играю тоже для минора, но просто использую, думаю, о трех аппликатурах, о трех вариантов огорыша, влево, вправо, в одну октаву даже, я не играю в две. То есть даже в одну октаву уже интересно, можно разнообразить, не сидя на месте, не сидя в рамках одного пальца. Ты всегда можешь взять тот же минор, не только с указательным, потому что ты знаешь, что он вот так становится. Можно также и со среднего, можно пойти влево, вправо и прочее. То есть на самом деле рамок никаких нет, все в голове. С минором разобрались, далее на очереди мажор, естественно. По той же схеме от ля, первая аппликатура мажора, которую все знают, это от среднего пальца, самая распространенная, у многих стереотип сложен в голове, у меня долгое время он был, что если мажорный аккорд, если мажорная какая-то, надо сыграть аккомпанемент в мажоре, то все, это средний палец, ставится на тонику, и все, мы уже от этого пляшем. Да, и как бы потому, что тут третья ступень указательная, мы берем это удобно. Но на самом деле есть еще аппликатура, есть еще варианты, не обязательно привязываться к этому среднему пальцу. Значит, первая аппликатура, всем известно, покажу, что было для полностью картины. ноты ля. Вот такая гамма. Вторая аппликатура мажора будет с мизинцем, по аналогии, как и с минором. Мы двигаемся вниз. Если мы взяли, например, тоник аккорда мизинцем. Мизинц ставим ноты ля, и двигаемся по гамме. Можем доиграть. Перейдем в параллельный минор, да? И, например, здесь мы можем играть ноты минора параллельного. В этой аппликатуре мы можем удобно играть минор. Удобно использовать ноты минорного звукоряда на мажорный аккорд. Переходим к последней аппликатуре мажора, к самой сложной, к широкой. Новички ее вообще практически не используют, и мало о ней знают, но она существует. Она начинается у нас с указательного пальца. Мажор можно сыграть и с указательного, не обязательно только со среднего. Ставим указательный палец на ля, в данном случае ля мажор, да? И вот такая у нас получит широкая аппликатура ля мажора. Третья ступень у нас на одной струне из первой. И в этом есть сложность, да? Когда мы через три лада приходится качать растяжку. Ну, например, можем сыграть эту аппликатуру и перейти плавно в другую. Вот у нас тут еще ля на двенадцатом ладу, третья струна. В самой стандартной первой аппликатуре со среднего пальца мы можем сюда перейти. Здесь у нас... Также я играл и с мизинца аппликатура. Вот она, да? Можно ее на актау выше сыграть. Данный способ мышления при обыгрывании аккордов, при построении импровизации, он может хорошо дополнить и классический диатонический, когда мы каждую ступень гаммы рассматриваем как отдельную гамму еще одну. Лидийская, дорийская, миксеридийская. Можно и так. Я долгое время думал и мыслил как диатонический. Это сильно меня ограничивало. И когда я начал использовать какие-то еще аппликатуры, и хроматическую гамму, и пентатонику, и все это намешивая, у меня получилось намного лучше. У меня начало получаться намного лучше. И музыка звучала интересней. Поэтому я считаю, что данная инфа будет полезна. И я думаю, что не зря я записал это видео. Оно поможет, пригодится вам, я думаю, тебе. Также этот способ может работать с любой гаммой. Например, можно дорийскую гамму попробовать сыграть от разных пальцев. Это ты сам потренируйся легко. Если интересно, если, конечно, хочешь узнать больше. А на этом сегодня все. Это все, что я хотел запечатлеть сегодня на камеру, на канал для вас. Надеюсь, что эта инфа поможет вам быть менее ограниченным в выборе игры, в выборе вариантов обыгрывания аккордов. Вообще, ваш кругозор увеличится. Так что спасибо, что смотрели. Всем любви, доброты, пока. Субтитры сделал DimaTorzok